Добрый вечер, Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Битва ведомств продолжается. Кто и с какой целью вслил в сеть личные данные сотрудников НАБУ? Не хочу, не буду. Почему обвиняемых бойцов торнадо в течение четырех часов не могли доставить в суд? И каков итог сегодняшнего заседания? Бесплатная рабсила. Как директор психиатрической больницы эксплуатировала пациентов и медперсонал? Конфликт между Генеральной прокуратурой и НАБУ продолжается. Вместо анонсированной встречи Юрия Луценко и Артема Сытника, ведомства избегают журналистов и публичных комментариев. Сегодня всплыли новые подробности столкновения между сотрудниками НАБУ и ГПУ, а в сеть попала секретная информация. Все подробности в сюжете. Поддержать НАБУ в конфликте с ГПУ на Резницкой собрались десятки активистов. Требуют от генпрокуратуры не вмешиваться в работу бюро. Вчера до меня были уже свернены наших международных партнеров с банальным вопросом. Если действительно вы создали национальное антикоррупционное бюро для борьбы с коррупцией, почему правоохранительные органы ему заважают? Это не наши вопросы, это вопрос международной общины. Главный военный прокурор Анатолий Матиус у себя на странице в фейсбуке акцию возле ГПУ назвал англоязычным перформенсом, а в защиту своего ведомства привел цифры. За семь месяцев следователи военной прокуратуры направили в суд 215 обвинительных актов о вымогательстве и получении взятки на сумму около 10 миллионов гривен. У активистов есть требования и лично к генпрокурору уволить и привлечь к ответственности замначальника департамента по расследованию дел в сфере экономики Дмитрия Суса и его подчиненных. Они, как ранее заявил глава НАБУ, 11 часов незаконно удерживали двоих сотрудников бюро, допрашивали и даже пытали. Напомню, суть происшествия 12 августа сотрудники ГПУ заметили слежку, которая велась из конспиративной квартиры напротив здания. Нагрянув туда, обнаружили сотрудников НАБУ, двоих силой увели с собой. Позже директор НАБУ Артем Сытник сообщил, слежка велась закона, на то была санкция суда. Затем НАБУ опубликовала запись, где уже освобожденные коллеги рассказывают, как им угрожали и допрашивали в ГПУ. А вот на этом видео иная версия происшествия. Здесь жертвы сотрудники генпрокуратуры. Они заметили слежку за зданием департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики и решили обыскать квартиру. Там между сотрудниками двух структур завязалась драка. По факту этого инцидента ведомства возбудили в отношении друг друга уголовные дела. Сам СУС сегодня обратился в полицию, но совершенно по иному поводу. Как он утверждает, у него этой ночью угнали внедорожник. Но в заявлении о преступлении, которое попало в распоряжение интернет и здания «Наши гроши», СУС указал, что безработный. Точку в этом инциденте должны поставить руководитель ведомств. Ранее Сытник анонсировал на сегодня встречу с генпрокурором Луценко. Мол, будут искать пути урегулирования ситуации. Но была ли встреча – неизвестно. В пресс-службах говорят – информации нет. Ни Сытник, ни Луценко сегодня прессе ничего не комментирует. Хотя ранее оба заявляли – междуособной войной нет. Тем временем скандал набирает обороты. В сети появились полные списки сотрудников оперативно-технического управления НАБУ с их личными данными, телефонами и адресами. Их опубликовал журналист Владимир Бойко в Фейсбуке. Позже страница была удалена. Кто это сделал? Бойко в телефонном разговоре нам сказал – не он. Но, как оказалось, у него флешка секретной информации. Ответить отказался. В НАБУ никаких комментариев по этому поводу. Говорят, достоверность информации проверяют. В любом случае разъяснить, что же происходит между НАБУ и ГПУ, а также кто слил секретную информацию с личными данными сотрудников бюро, могут руководители этих ведомств. Но пока тишина. Ольга Рыцарь, Анна Каменева, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». И очередное заседание суда по делу бойцов торнадо. Я напомню, накануне суду помешало состояние здоровья одного из подозреваемых. Его увезла скорая помощь. Сегодня же обвиняемых 4 часа пытались доставить в суд. Состоялось ли заседание в итоге? Узнаем у Ольги Теребинской. Она находится возле здания Болонского суда. Сейчас с нами на прямой связи. Оля, здравствуй. Объясни, пожалуйста, что значит пытались доставить обвиняемых в суд? Да, Наталья, мы с самого утра находимся у здания Болонского райсюда. Именно здесь, в закрытом режиме, рассматривают скандальное дело бойцов, расформированных спецротой МВД «Торнадо». Ее командира Руслана Анищенко и 11 его подчиненных обвиняют в ряде тяжких преступлений, в числе которых и похищение людей, и пытки, и изнасилования неестественным образом. Вчерашнее заседание так и не начали, так как одного из обвиняемых забрала скорая помощь. Однако уже сегодня врачи постановили, серьезных проблем у него нет. И его привезли на заседание. Но спустя 4 часа ничего так и не началось. Оказалось, остальные ехать в суд отказались. Продолжение следует... Ближе к пяти вечера девятерых обвиняемых как-то уговорили и их привезли в суд. Напомню, что еще двоих, Руслана Анищенко и Данила Лешука, от ближайших двух заседаний ранее отстранили за плохое поведение. На одном из слушаний они поливали присутствующих в зале мочой и угрожали судьям и стороне обвинения. Но не успело сегодня все начаться, как снова закончилось. Обвиняемому Гульчуку, которого вчера увезла скорая, снова стало плохо. Когда нас пустили все-таки в зал сюда, Гульчук лежал уже. То есть такой, он был бледный. Я сам лично видел, еще раз вам говорю. Человек абсолютно бледный, говорить не может. И очень сильно у него тряслись руки и были судороги. После прибытия швидкою, как сообщили лекаря, что тиск добрый, но скарги на боли в сердце. Его снова повторно, как и вчера, забрала швидка. На мою особистую думку, это просто затягивание процесса. Зложивание правом. Но 100% я не могу сказать. Будет вырешено после обслуживания, будет додатковая информация. Очередное заседание назначили на ближайшую пятницу. Обе стороны уверяют, они не заинтересованы в затягивании процесса. И надеются, что в пятницу суд все же состоится. Наталья. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская. О процессе над бойцами торнадо. Президент Украины витировал закон об обнистии 2016 года, принятый Верховной Радой 7 июля. Документ этот, в частности, предусматривает освобождение от отбывания наказания для участников АТО, не совершивших тяжкие преступления. Однако сегодня глава государства вернул с поправками закон Нардепам, которые, к слову, сейчас на каникулах, и вернутся они 6 сентября. Электронное декларирование есть, сертификации нет. А чиновники свое имущество уже потихоньку декларируют. И если обнаружится ложь, ответственность за это они не понесут. Так что же и кому нужно сделать, чтобы система, наконец, получила этот сертификат? Елена Механик разбиралась. Добро на работу не дали, а оно работает. Электронное декларирование, на которое наложило табу госпецсвязь накануне его старта, уже опробовали первые высокопоставленные чиновники. На сайте единого реестра появились 43 виртуальные декларации с реальными цифрами и должностями. Вот только законно ли это? В законе нет понятия в тестовом режиме, не в тестовом режиме. Если на ЗК оголосило, то чиновники могут поддаваться. То есть, часть просто выполняет законное распоряжение, и им нет, что приховывать. Но часть людей, которые действительно занимаются коррупцией, могут использовать этот период, пока нет сертификата, для того, чтобы уникнуть ответственности. Когда же госпецсвязь благословит нововведения, до сих пор не ясна, ведь главная претензия к разработчику программы у нее все еще остается. Об этом черным по белому написано на сайте ведомства, дескать, недочеты так и не устранены. А в самой компании «Миранда Ди» удаются. Все, что от них требовали, давно сделали, и всех официально уведомили. О чем именно, во всеуслышание говорить нельзя, ведь документация для служебного пользования. Дай нам изменения, ты не можешь сказать, какие изменения, ты не можешь сказать, как ты их исправил. И после этого публичности делать заявку, что ты не предъявил ответы, ну это как минимум провокация. То есть если я вам сейчас прихожу, говорю, я предъявил вот такие ответы. А мне сразу приезжает милиция, говорит, о, ты разгласил служебную информацию. Ну то есть это сначала связать, потом бить, ну вполне в стиле госпецсвязи. В Национальном агентстве по противодействию коррупции сегодня молчат. Просят не беспокоить до следующей недели. Почему же приключился сбой, казалось бы, на ровном месте, у экспертов уже готов ответ. Тут просто безалаберность, халатность и незначную часть зацикавления, чтобы процесс электронного декларования какомога довше не был сертификованный, а, соответственно, не мог быть использованный, как доказ в суде по великих коррупционных справах. Развязки этой скандальной истории еще не видно, а между тем 50 тысяч высокопоставленных чиновников должны успеть отчитаться за все, что нажито непосильным трудом за бюджетные зарплаты до 13 октября. Елена Механик, Данил Косаковский, подробности, телеканал Интер. В электронном декларировании в тестовом режиме смысла мало. Более того, оно может стать даже контрпродуктивным, так считают в ЕС. В официальном заявлении представительства ЕС в Украине подчеркивают, что из-за отсутствия госсертификации невозможна юридическая ответственность за ложные декларации. Официальную аргументацию власти относительно причин невыдачи сертификата в ЕС поставили под сомнение, сославшись на международных экспертов. Брюссель призывает без промедления устранить оставшиеся технические и административные вопросы в рамках обязательств между Украиной и ЕС. Дело так называемого «Одесского подполья» и нашумевший в свое время подрыв здания СБУ. Кто из местных антимайдановцев оказался в итоге на скамье подсудимых? Кто скрывается от следствия? Кто признал свою вину? Все подробности узнаем у Андрея Анастасова. Одесскому подполью в первую очередь инкриминируют дерзкий теракт у здания областного управления СБУ прошлой осенью. Тогда мощным взрывом разрушила фасад. В соседних домах вылетели оконные рамы и двери. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Позже на съемной квартире подрывников обнаружили еще одно взрывное устройство, готовое к применению. Настолько опасно, что для того, чтобы его вынести из квартиры, пришлось эвакуировать всех жильцов девятиэтажного дома, где находилась эта арендованная квартира. Было понятно, что указанная группа готовилась очень тщательно к проведению следующего взрыва. Следствие известны имена четырех. Алексей Чмырь скрывается сейчас на территории ЛНР-ДНР. Николай Гоменюк полностью признал свою вину и уже отбывает срок. Врач по профессии Владимир Грубник и специалист по компьютерам Сергей Волков предстали перед судом сегодня. Их адвокаты заявили отвод двум судьям, мол, ранее те выносили приговор раскаявшемуся Гоменюку. Судьи Приморского районного суду в городе Одесса не смогут объективно, критично и неопередливо оценивать доказы, что может суттево вплинить на справедливое и законное решение за данную справу. Посовещавшись судьи, отвод отклонили и назначили первое заседание по сути на конец августа. Прокуратура требует для обвиняемых антимайдановцев тюремное заключение. Максимальная мера наказания, которая может быть назначена на 15 лет решения свободы с конфискацией имущества. За процессом внимательно следят майдановские активисты. Их пришло сегодня несколько десятков. Сами же подсудимые останутся под стражей еще на два месяца. С журналистами они общаться не хотят, обвинения в терроризме не комментируют. Андрей Анастасов, Игорь Миконошин, подробности телеканал Интер, Одесса. В Украине эпидемия туберкулеза, растет заболеваемость ВИЧ и гепатитом, а тяжелобольные люди не получают жизненно необходимых лекарств. Поэтому начинать реформу здравоохранения с экстренной медпомощи не стоит. Так главврач столичной станции скорой помощи Анатолий Вышегора прокомментировал изданию главком возможную реформу, которую по примеру американское предлагают в Минздраве. В Соединенных Штатах всех пациентов в больницу сразу везут парамедики, а не фельдшеры, как у нас, которые оказывают первую помощь прямо на месте. Вершегора считает, что идея нового исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун неплохая, но для Украины не совсем своевременная. По мнению главврача, сейчас больных просто некуда везти. Нет больниц интенсивного лечения, а кареты скорых морально устарели. В столице все не так плохо. В скорой работают около трех тысяч специалистов, но до госстандарта уже недобор в 160 врачей. А вот медики Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Запорожской областей не выдержали. Пришли сегодня с пикетом к Минздраву против реформы службы скорой помощи. Их поддержали в профсоюзе местработников. На пикет пришли также представители батальона АЗОВ. В итоге решили готовиться ко всеукраинской забастовке. Как врач, называющийся парамедиком, будет получать категорию? Какая у этого врача будет зарплата? Какая у него будет задача? Просто приехать, бросить пострадавшего машину, увезти его в стационар? А вы знаете, какие у него стационары? И потом зафиксировать смерть в присутствии? Или все-таки оказывать медицинскую помощь? Минздрав сегодня пикетировали не только врачи, но и пациенты. Люди, страдающие хронической болезнью почек, выступают против закупки нового препарата для диализа. Это процедура, от которой зависит их жизнь. Наши корреспонденты разбирались в проблеме. У здания Минздрава они требуют прекратить опыты на людях с хронической болезнью почек. Пациенты и их родственники против закупки нового раствора для перитениального диализа. Говорят, условия торгов переписали под конкретного производителя. А годами проверенный препарат пытаются заменить на лекарства с неизвестными свойствами. Не дает организация официальных документов о прохождении клинических испытаний. Значит, по сути, их не было. Получается, подопытными хотят сделать больных? Два года назад с помощью нового раствора уже пытались лечить больных в Днепре. Бахтияр Селимханов рассказывает, несмотря на наличие в больнице проверенного заграничного средства, ему ввели новый отечественный препарат. Я был как надувной слоник, опухший. Надо было меня выкачивать, выкачивать, выкачивать. Я, ну, все, и задыхался постоянно. Состояние катастрофическое. Я в панике, ну, в общем, ну, это очень, это плохо было. Он был уже мертвецом. Бахтияра спасли уже в другой больнице. Открыто уголовное производство. Параллельное расследование адвокатов привело их в Минздрав. Мол, препарат, который использовали тогда, государственный экспертный центр зарегистрировал как генерик. То есть препарат, полностью идентичный зарубежному аналогу. Но регистрационная история показывает. Сначала раствор пытались преподнести как копию одного препарата. Затем в заявке раствор того же состава назвали копией уже другого лекарственного средства. В итоге новый препарат получил регистрацию как генерик. Правда, составы у якобы копии и оригинала разные. Генерический раствор предполагает полное соответствие по электроэлитному составу с раствором оригинальным. Если же раствор по составу своему отличается, то генерическим он признать быть не может. Следовательно, это новая формула. Такой раствор должен опять пройти целый ряд клинических испытаний. В данном случае производитель ссылается на заключение эксперта, говорит адвокат Сергей Вилков. Вот только в документе препарат называют раствором для инфузий. То есть для введения в кровоток, а не в брюшную полость. Как это делают при перитониальном диализе. И как прописано в заявке на регистрацию. После случая в Днепре новый препарат запретила Гослегслужба. Но тот же раствор уже новой серии теперь закупили в Запорожье. Применение неопробированных, не прошедших в полной мере клинических испытаний растворов. Чревато и летальным исходом, и дополнительной инвалидизацией таких больных. Каким образом препарат, который едва не лишил жизни пациента в Днепре, получил регистрационное удостоверение? И почему, несмотря на запрет Гослегслужбы его использовать, раствор пытаются вернуть в украинские больницы? Мы будем следить за ситуацией вокруг препарата для перитониального диализа. Пока же в Государственном экспертном центре и Минздраве на наши официальные запросы не ответили. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Трудотерапия или рабство. В Химилийской области директор психоневрологического интерната нашла занятия для своих пациентов и отправила их работать к себе на огород. Но это еще не все. Стало известно, что больных с расстройствами психики регулярно сдают в наем для черновых работ. Как давно это продолжается и что делать тем, кто попал в Ермо? Разбирались наши корреспонденты. Это приусадебное хозяйство директора психоневрологического интерната. На грядках работают люди, собирают картошку. Здесь не только местные жители. Трудятся и пациенты лечебного заведения. Директор интерната не отрицает, что привозила пациентов к себе домой поработать. Считает, ничего предосудительного в этом нет. Один из таких работников шепотом рассказывает. Занимается огородом с весны. Просился, чтобы его перевели в другой интернат, но бесполезно. В самом интернате исчезновение пациентов даже не заметили. Хотя по инструкции санитары обязаны следить, чтобы больные не выходили за пределы заведения. Работают пациенты не только на огороде у директора. Обслуживают, как говорится, все село. Некоторых даже забирают на несколько дней. Работать не по специальности заставляют здесь и медперсонал. Чаще всего на ферме. Для этого им приходится оставлять больных без присмотра, что категорически запрещено. Эта женщина боится показывать лицо. Люди боятся говорить правду за директора, потому что директор залякует, выгоняет из работы. Работают, конечно, ремонты, работают и фасад, и капитальные ремонты, но только через то, что так, как фасад начали работать в интернате, так же делают фасад и в ней, и в доме, с той самой Минватой за те самые деньги. О том, что происходит в Заньковецком интернате, в департаменте соцзащиты, узнали от нашей съемочной группы. А вот в полиции уже начали разбираться и даже открыли уголовное производство. Полиции не исключают, что для расследования привлекут и фининспекцию, а пока директор продолжает работать. Анна Демиденко, Ольга Сергеева, Михаил Габрух, Телеканал Интер, Хмельницкая область. В Днепре объявлен в розыск бывший зам городского головы. По данным следствия, в результате его деятельности горбюджет недосчитался 22 миллионов гривен. Фотографии и данные Анатолия Крупского размещены на официальном сайте МВД в разделе «Розыск». Предполагается, что чиновник не проконтролировал боевое распределение между компаниями-застройщиками. Это первый эпизод, есть и второй. 230 коммунальных объектов недвижимости вовремя не были сняты с баланса ЖЭКов-банкротов и перешли в руки частных структур. В розыск чиновника объявили после решения суда. По официальной информации, Крупский скрывается уже неделю. Подозрения в совершении этих преступлений выдвинуты также чиновницы одного из департаментов горсовета. Ни прокуратура, ни полиция комментариев пока не дают, и ни один из телефонов самого Крупского не отвечает. В Изюме Харьковской области по подозрению во взяточничестве задержали следователя нацполиции. По информации СБУ, 26-летний капитан требовал у подозреваемого 7,5 тысяч гривен за переквалификацию статьи о нанесении тяжких телесных повреждений в более мягкую. Оперативники СБУ взяли его сразу после передачи первой части взятки. Суд со строчкой в Кропивницком сегодня начали рассматривать дело судьи, который разъезжал по городу в нетрезвом состоянии. На момент задержания уровень алкоголя в его крови превышал норму в 7 раз. Все подробности знает Елена Брынза. Автомобиль в судье полицейские остановили ночью 3 недели назад. В машине не работала подсветка номерных знаков, а еще от водителя сильно несло алкоголем. Вместо того, чтобы пройти тест, тот попытался скрыться. Полицейские догнали и увезли в наручниках наркодиспансер. На водителя составили сразу несколько протоколов. Сегодня Кировоградский райсуд начал рассмотрение дела своего коллеги, судьи Алексея Галагана. В зале несколько десятков активистов. Заседание открыли, но адвокат сразу же попросил отстрочки. Мол, только-только стал изучать материалы. Судья перенос заседания поддержал. Активисты возмутились. Но таким образом Галаган пытается затянуть это дело и уйти от ответственности. 23 число – это день прапора украинского. Они знают, что патриоты будут на каких-то заходах, что нужно прийти людей. Но нас прийти сюда, я думаю, что принципово прийдем. Сам Алексей Галаган свою вину отрицает, как и обвинения в затягивании слушаний. Если вину судей докажет, его обяжут заплатить штраф. Сумму должен определить суд. Елена Бринза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал «Интер», Крапивницкий. Экс-руководители коммунального предприятия, которое обслуживает Грибовицкий полигон, вышли на свободу. Бывший директор Сбыронки и его зам заплатили по 110 тысяч гривен залога. Вчера суд избрал им меру пресечения арест на два месяца, либо внесение залога. А вот третий подозреваемый по делу, начальник полигона, по-прежнему находится на больничном. Чиновников, я напомню, обвиняют в служебной халатности и нарушении правил экологической безопасности, что привело к гибели людей. Вот только активисты и родственники погибших убеждены, что судить нужно и чиновников мэрии, и спасателей. Я напомню, трагедия на Грибовицком полигоне произошла около двух месяцев назад. Под тоннами отходов тогда погибли трое спасателей. Тела еще одного коммунального работника так и не нашли. Мариупольское направление в огне после обстрелов вражеской артиллерии. Накануне ночью боевики из тяжелых орудий накрыли военных вблизи Чермалыка. На позицию упало около 60 снарядов. Как жители поселка приходят в себя после этого арт-налета, расскажет Станислав Кухарчук. Такой был удар, я думала, пробила стену эту. Что-то... у меня такое ощущение, что пробила стену. В прошлой ночи Наталья с тремя детьми просто не могла найти себе места, а точнее убежище. Трехчасовой обстрел боевиков ее семья пережидала просто лежа на полу. Вражеские снаряды рвались буквально в 100 метрах от жилого дома. Сейчас первый раз, потом перерыв, и, наверное, полтора, если не больше, мы лежали, пока вот это все еще продолжалось. А в фермерском хозяйстве в окрестностях Чермалыка выгорела почти вся техника. Именно сюда боевики и нацелили свою огневую мощь. Руслан осматривает свой трактор. Теперь он больше похож на решето. Говорит, другим машинам повезло меньше. Ну что теперь, как, на чем работать, как семью кормить. Может, починить. Будем надеяться на лучшее. Боевики стреляли со стороны оккупированной Николаевки, в 10 километрах отсюда. На таком расстоянии способна работать только тяжелая артиллерия. Эти осколки явно подтверждение тому, что здесь работали даже не минометы, а ствольная артиллерия. Вот эти осколки мы нашли в этой воронке. И они явно не от миномета, а от снаряда. Об этом свидетельствует вот эта вот окантовка на краю осколка. На территорию фермы прилетело около 60 вражеских 122-миллиметровых снарядов. Наши бойцы говорят, наемники охотились за их техникой. Кучность довольно-таки была точная. Были проведены пару выстрелов, корректировки. И как бы потом была работа с двух направлений. Стреляла самоходная артиллерийская установка. Украинские военные уверены, огонь вражеских батарей направлял корректировщик. Утром колонна техники должна была выйти с территории фермы. Во время обстрела в подразделении четверо раненых и один погибший. Какий бы у нас волонтер буквально приехал за день до вот этого, что было. Ну, так, пожилой дядька Виктор Григорьевич. Фамилию говорить не буду. 62 года, по-моему, я все не ошибаюсь. Ситуация на Мариупольском направлении с каждым днем только обостряется. По информации украинской разведки, наемники стягивают к линии фронта танки и тяжелую артиллерию. Станислав Кухарчук, Владимир Дедов, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В областную больницу Днепра с передовой сегодня привезли шестерых раненых бойцов. Трое в тяжелом состоянии, с осколочными ранениями головы, легких рук и ног. Хирурги пока ничего не прогнозируют. Двоих бойцов уже прооперировали. Все раненые из района Марьинки и Авдеевки. ЕС продлит санкции против России. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в телефонном разговоре с Петром Порошенко. Туск также пообещал главе украинского государства безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС. Он также подчеркнул, что Украина среди ключевых приоритетов Евросоюза в вопросах противодействия внешней агрессии, которые будут обсуждать на встречах государств-членов ЕС в Братиславе в сентябре этого года. И уже после этого телефонного общения Туск написал у себя в твиттере, цитирую, говорили с президентом Порошенко, у нас схожая оценка ситуации в Крыму и на Донбассе. Российская версия событий неубедительна. Перестрелка в Подмосковье и в Петербурге. Есть убитые российские силовики заявляют об уничтожении боевиков. О ком речь выяснял Данил Русаков. Четверо боевиков убиты. Есть ли задержанные, пока неизвестно. Таковы последствия штурма квартиры в Санкт-Петербурге. Операция силовиков началась утром. Подробностей мало, однако анонимные источники сообщили. Трое спецназовцев получили ранения. Вот первые кадры, сделанные с верхних этажей соседней высотки. Как сообщается, засевшие в жилом помещении люди были связаны с кавказским подпольем. Называют даже имя их лидера. Это Хазир Лихов из Кабардино-Балкарии. Сейчас он находится в розыске по подозрению в терроризме. Сами же убитые, как утверждается ранее, входили в некое неназванное вооруженное формирование. И буквально несколькими часами позже появилась информация о перестрелках в Подмосковье. Инцидент произошел на одном из патрульных постов дорожной полиции. В результате нападения двое сотрудников МВД получили ранения. Нападавшие убиты. Открывшие огонь якобы выходцы с Кавказа. Уже позже в Следственном комитете сообщили, что у предполагаемых преступников помимо боевого оружия обнаружены также топоры. Правда, ни фотографии кавказцев, ни оружия сотрудники ведомства так и не обнародовали. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Посмотрите подробности и вот что у нас во второй части. Обратная сторона медали. Олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал, в каких условиях он готовился к играм в Рио. Пояснил на пальце, что заставило вице-канцлера Германии показать демонстрантам неприличный жест. Дельтаплан в Кукурузе нашли закарпатские пограничники. Предполагают, что на нем контрабандисты доставляли за рубеж сигареты. Ночью пограничники услышали звук двигателя Дельтаплана, который направлялся в сторону Венгрии, и сообщили об этом своим западным коллегам. Но те задержать нарушителей не смогли, и он вернулся в Украину. Утром посреди поля пограничники нашли полуразобранный аппарат. Предполагают, что к границе его привезли на микроавтобусе, но ни водителя, ни машины уже не нашли. В прошлом году пограничники не раз ловили такие Дельтапланы с партиями сигарет, которые в странах Европы стоят намного дороже. На Прикорпатии заговорили еще об одной экологической проблеме. К массовой незаконной вырубке леса прибавилась также масштабная кража гравия с берегов горных рек. Чем все это грозит, выясняли наши корреспонденты. Село Воскресенцы, берег реки Прут. С самого утра один за другим курсируют заполненные гравием КАМАЗы. Экскаваторы едва успевают их нагружать. Официально в журнале они регистрируют 10-20 машин в день. Но фактически выезжает понад 100 машин. Местный журналист Евгений Гапич рассказывает, это одно из тех мест, откуда массово вывозят песчаногравийную смесь. Правда, завидев камеру, копатели тут же сворачивают работы. Вот двица, текает экскаватор. Чему он текает? Только нас побачив, и сразу текает. А вот водители КАМАЗов скрыться не успели. Вы особо встали? Я приехал в отдыхать. Вдпочитывает? Да, да, вдпочитывает. На машинах таких-то? Просто отдых, вот рядом, речка. Евгений провел собственное журналистское расследование и уверяет, таких мест, как это в области, не меньше 40. Официально там ведутся руслоочистительные работы. Еще пять лет назад их узаконил облсовет. На самом деле, по мнению журналиста, это не что иное, как легальное хищение полезных ископаемых. В риг порядка с такого объекта, это 5-10 миллионов гривен черных проходит. Поэтому, конечно, есть с кем делиться, и будет кто прикрывать, а особенно это водники и экологи. Вот на этом видео, снятом с дрона, удалось зафиксировать реальные масштабы гравийного бизнеса в селе Воскресенцы. Десятки разрытых гектаров далеко за пределами территории проведения так называемых руслоочистительных работ. Эти кадры демонстрируем замначальника управления водных ресурсов. В межах своих объектов мы работаем сгидно всех документов. А то, что крадут, это загальная беда. Я же не могу стоять там, или инженер наш, и контролировать все машины. По закону это должна делать экоинспекция. Но и там говорят, что остановить массовую кражу гравия они не в силах. Мы за незаконный вывоз гравия за 2016-2015 годы цели 109 протоколей. То есть мы контролируем этот процесс. Но этот процесс, но самое главное, что мы можем сделать, это штрафовать от 350 до 560 гривен. По факту незаконной добычи гравия в полиции открыли несколько уголовных производств. Но никого не наказали. Между тем, из-за массового вывоза гравия в реке Пруд, в Коломые и окрестных селах резко начала исчезать вода. Но и это еще не все, предупреждают экологи. Дальше следует ожидать пересыхания и самой реки. Татьяна Овинникова, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В неуплате налогов на 10 миллионов гривен подозревают чиновников госпредприятия Стрысское лесное хозяйство. Это Львовская область. По данным инспекторов фискальной службы, они перечисляли на счета предпринимателей, которые пользуются системой упрощенного налогообложения, крупные суммы за якобы выполненные работы. Правоохранители провели сегодня около 20 обысков. В офисе предприятия и дома у сотрудников лесхоза нашли черную бухгалтерию и отчеты по заработкам. Если вину чиновников докажут, им придется уплатить около полумиллиона гривен штрафа. В Николаеве снова перекрывают дороги. Возмущенные жители заблокировали путь грузовикам, которые нарушают допустимые нормы нагрузки на дороги и тем самым их разрушают. Все это специально к визиту министра инфраструктуры в Николаев. Люди хотели так привлечь его внимание. Удалось ли? Узнаем у Кирилла Ющишина. Это дорожная развилка около Николаева. Ее недавно капитально отремонтировали. Правда, разметку нанести не успели. Проверить качество работы приехал сам министр инфраструктуры. Но местные жители сразу же предложили проехать чуть дальше, в соседнее село. 20 километров до Первомайского чиновники едут час, медленно преодолевая яму за ямой. Если бы эти деньги не сделали, это кольцо для этого хи***а лису, извините, что я так скажу, его можно... Ничего страшного, хоть снимают. Потому что, когда руководитель облафтодора делает не то, что ему говорят, то это неправильно. Не выбирают выражений и местные жители возмущены тем, что облафтодор потратил все деньги, выделенные области из госбюджета на ремонт дороги, на одну развилку. Министр обещает, будут ремонтировать и остальные участки, в частности, аварийную трассу Николаев-Днепр. Правда, когда именно, ответить не может. Можут быть финализованы все процедуры, и компания-переможец должна приступить к доработке. Ключевое вопрос, чтобы сейчас, как у нас такая улюблена практика, и блокирование тендеров, теми компании, которые програли. Чтобы это не было в этом случае, мы докладываем все взрослые. Дороги в Николаевской области – одни из худших в Украине. Правительство признало это официально. Год назад в Кабмине уже обещали построить вместо разбитой трассы Николаев-Кропивницкий капитальную бетонную дорогу. Но до сих пор проехать по обочине быстрее, чем по разбитому асфальту. В начале года жители сел несколько раз перекрывали разные трассы. Затребовали начать работы по восстановлению дорог, но тщетно. Асфальт. Вон, пару машин проехало, уже выщерблены на асфальте. То есть проезд 10 машин, тут асфальта не будет. Теперь люди перекрывают дороги в самом Николаеве, требуют, чтобы фуры не парковались на городских улицах и не ездили по аварийному мосту, который соединяет два микрорайона. Если произойдет ЧП с мостом, то корабельный район города Николаева останется отрезанным от города. Это, соответственно, не будет доступа ни службам специального назначения, ни граждане не смогут попасть в город. Сегодня николаевским активистам удалось встретиться с министром. Владимир Амельян пообещал решить проблему аварийного моста в следующем году. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаевская область. Массовые судебные иски против переименования Кировограда в Кропивницкий подают жители этого города. На сегодняшний день в высшем админсуде Украины лежит 11 таких жалоб. Депутат-опозиционер Сергей Ларин также подал один из исков от своего имени. Он говорит, что если украинские суды не пойдут навстречу людям, юристы и он лично обрадятся в международные инстанции. Мы выиграем этот процесс. Если не в этом суде, то в следующем. Если не в Украине, а мы понимаем, что идет серьезное давление сегодня на суды, с тем, чтобы они быстро принимали решения, законные в кавычках, и чтобы права граждан не были защищены. Мы будем отстаивать это решение и в европейских судах. Украина на 33-м месте в командном зачете на Олимпиаде в Рио. Всего у нас 7 медалей. 2 бронзы, 4 серебра, золото по-прежнему пока одно. Олимпийским чемпионом на параллельных брусьях стал Олег Верняев. Сейчас вы видите кадры его победы. Украинец обошел американца и россиянина. Это вторая медаль спортсмена на Олимпиаде. У Верняева уже есть серебро в многоборье. За два месяца до отъезда в Бразилию Олег рассказал подробностям о том, что олимпийское золото – это его мечта. А вот как он ответил на вопрос, готов ли выступать за сборные других стран. В прошлом году после европейских игр в Баку, где Олег Верняев взял два золота, он рассказал в интервью о том, что судя по поддержке спортсменов, в Украине эти медали не особо-то и нужны. Тренироваться приходится на старом инвентаре, который травматичен и не позволяет отрабатывать более сложные элементы. Евростандарты не всем по карману. Тем более, что зарплаты у спортсменов печальные – 2800 гривен. Да и выплаты за медали иногда задерживают. Улучшить условия пообещал глава Национального олимпийского комитета Украины. Сергей Бубко договорился с Международной федерацией гимнастики о том, что после Олимпиады в Рио весь инвентарь для спортивной гимнастики передадут бесплатно Украине. Украинская православная церковь сегодня отмечает вторую годовщину интернизации митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Несколько сотен верующих пришли поздравить предстоятеля в Киево-Печерскую лавру. Вместе с духовенством всех украинских епархий митрополит Ануфрий провел божественную литургию, во время которой прозвучала молитва за мир в Украине. В церкви подсчитали, что за два года предстоятельства в УПЦ появились почти 500 новых приходов и канонизировали 13 святых. Среди них также последний кашевой атаман Запорожской сечи Петр Колнышевский. Мы должны себя обогащать и молитвой, и прощением, взаимным терпением, взаимной любовью, милосердием, кротостью, благостью, воздержанием и другими добродетелями, которые Господь подарил нам или заповедал нам. Мира нашей стране, блаженнейшего митрополиту сил, долгих лет жизни на радость Богу и людям, и всем нам, конечно, ходить в церковь при желании, и молить Господа, чтобы он нам всем подал мир, здравие, спасение. Приговор века в Великобритании завершился суд над известным радикальным проповедником Анджимом Чаудари. 49-летнего мусульманина признали виновным в поддержке террористов ИГИЛ. Почему проповеднику-экстремисту годами удавалось избегать наказания за свою деятельность? Светлана Чернецкая подробнее из Лондона. Его обещали наказать и выслать из страны после каждого кровавого теракта, что происходил на британской земле. На протяжении 20 лет Анджим Чаудари открыто проповедовал экстремистские взгляды, оправдывал теракты 11 сентября в Нью-Йорке и уверял, что наступит день, когда Соединенное Королевство начнет жить по законам шариата. Среди последователей Чаудари не менее 20 осужденных за терроризм. Его радикальные речи вдохновили четверых мусульман совершить теракт в лондонской подземке в 2005-м, в результате которого погибли 52 человека. Чаудари был наставником и у Майкла Адебаладжа, того самого, который прямо на улице обезглавил солдата Ли Ригби в 2013-м. Но даже располагая такой информацией, у полиции не хватало доказательств для ареста проповедника. Каким-то образом Чаудари удавалось оставаться в рамках закона все это время. Хоть мы и понимали, насколько влиятельным он был, какую ненависть распространял и скольких подстрекал присоединиться к террористическим организациям. Влияние имама-экстремиста действительно росло с каждым днем. Резкий и бесцеремонный он был завсегдатаем многих телевизионных программ и с экранов смело агитировал за исламизацию страны. Мол, через 10-15 лет, когда Британия заживет по законам шариата, королеве, как и всем остальным женщинам, придется закрыть свое тело с головы до пят. Я уверен, вскоре многие поймут, что демократия и свобода не для Британии, и нужна альтернатива. В отличие от придуманных людьми законов, в шариате не бывает, что сегодня разрешаем, а завтра запрещаем. За неразборчивость в подборе гостей почти на всех национальных телеканалах страны проводится расследование регулятора. Их обвиняют в предоставлении площадки для подстрекательства. Для самого Чаудари все закончилось два года назад, когда он поклялся в верности ИГИЛ в одном из интернет-роликов. Его арестовали и отдали под суд. И вот только сейчас имама признали виновным в вербовке боевиков в ряды исламского государства, Чаудари его подельнику грозит до 10 лет тюрьмы. Приговора гласят через месяц. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Не сдержался и показал демонстрантам средний палец. Кто вывел из себя вице-канцлер Германии? Отразится ли этот неприличный жест на его политической репутации? Татьяна Лагунова подробнее. Немецкие политики в эмоциях обычно сдержаны. Особенно, если вскоре в стране выборы и партия собирается выдвигать их кандидатуру на пост канцлера. Но лидер социал-демократов и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль не сдержался. И показал неприличный жест ультраправым демонстрантам. Инцидент произошел в городке Зальцгиттер. Там Габриэль находился с рабочим визитом. Группа ультраправых организовала по этому поводу акцию протеста. Молодые люди обзывали политика предателем нации за прием беженцев. Ну а потом задели заживое. Напомнили, что его отец был и остается убежденным национал-социалистом. Вот как это было. Видео с нецензурным жестом сразу же разлетелось по интернет-сайтам. И немцы эмоциональность Габриэля поняли. Политик не раз публично заявлял, что из-за убеждения отца много лет назад прекратил с ним общение. Так что падение рейтингов Габриэлю не грозит, а вот денежное наказание вполне. За показанный средний палец в Германии могут и оштрафовать на несколько тысяч евро. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Кто из олимпийских атлетов готов пожертвовать результатами ради дружбы? Об этом не только в нашем обзоре. Трогательный забег. На Олимпиаде в Рио во время гонки на 5000 метров легка атлетка из Новой Зеландии упала и задела американку. Та не стала продолжать борьбу, остановилась, подняла коллегу и предложила финишировать вместе. К сожалению, травмированная не смогла завершить забег, а американка пересекла черту последней. Перебежчик из Кореи в Корею. Высокопоставленный дипломат из КНДР объявился в Сеуле. Тай Йонг Хо работал заместителем посла в лондонской дипмиссии. Под конец своей каденции пропал вместе с семьей. Оказалось, попросил политического убежища в Южной Корее. Дезертиров севернокорейцев такого высокого ранга раньше не было. Тай во время работы в посольстве жестко критиковал западный мир, а теперь точно так же активно ругает свою уже бывшую родину. Противник автомобилей, любитель велосипедов и общественного транспорта Джереми Корбин стал жертвой забастовки железнодорожников. Лидеру британской оппозиции не хватило места в салоне второго класса, а докупать билет в первый Корбин не стал. Так и просидел всю дорогу на полу в тамбуре. Читал газеты, попивал кофе и критиковал частные железнодорожные компании. Неадекватные дамочки за рулем дорогих машин – интернациональное явление. Доказательство тому – вот этот случай на сельской английской дороге. Водитель женщины на Порше чудом избежала лобового столкновения, едва вписавшись между двумя другими машинами. Дама, которая ко всему еще была в шлепанцах, объяснила, спешила, чтобы забрать мужа из паба. А то, что в авто, которое могли пострадать в ДТП, находились дети, ее совсем не смутило. Лучше любого транспорта – экстремальный скутер. Теперь такой, доступный для людей с ограниченными возможностями. В Канаде разработали инвалидное кресло, которое преодолевает любые природные преграды. Горы, ручьи, бездорожье – все это для скутера не помеха. Те, кто испытывал новинку, в восторге. Говорят, такой вид транспорта просто незаменим, например, на ферме или на даче, где нет ровных дорог. Йети, Чупакабра, Бигфут в португальской пустыне засняли на камеру неведомое существо. Оно просто брело по пескам, не обращая внимания на то, что совсем недалеко находились люди. Чудо чудное скрылось за кустами, и так больше и не появилось поле зрения. Свидетели находились на автомобильной парковке, но приблизиться к Чупакабре никто не решился. Наш сайт подробностей ЮИ, и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова